Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Сейчас я хочу подвести небольшие итоги. Дело в том, что ровно месяц назад я открыл сделку по Сургутнефтегаз привилегированным. Она была с плечом, то есть я взял в кредит буквально 420 тысяч рублей у брокера, и потом я еще в преддверии встречи G20 в конце месяца взял еще дополнительно 260 тысяч по Новотеку. И эти две сделки мне принесли каждые по 6% вы видели. Вчера закрылась сделка по Сургутнефтегаз привилегированным. Я думаю, что она закрылась рановато, но тем не менее можно подвести итоги месяца. Что у меня со счетом творится? В начале месяца, ровно месяц назад, ну, наверное, с 3-го все-таки числа, с 3-го июня, насколько я помню, с 3-го июня, я, у меня было 3-го июня, посмотрите, ну, практически 501 309, то есть 500 тысяч рублей, вот, на счете, соответственно, в конце месяца 617 тысяч, прибавилось 114 тысяч, посмотрим, за счет чего. Так, значит, зачисление и переводы. 4-го июня 17 тысяч я перевел, ну, это мой перевод на самом деле, здесь ничего такого, это я перевел деньги, пополнил счет. Дальше, опля, 261 рубль 55 копеек, я получил доходы от ценных бумаг. Посмотрите, здесь нет налога, то есть, что это за доходы от ценных бумаг, я, честно говоря, не знаю, это какие-то, судя по всему, государственные бумаги. Вот, даже не знаю, что это могло быть, если честно. Вот, дальше идет, так, что у нас тут? Зачисление доходов по ценным бумагам 4 тысячи 5 рублей, вот это я могу точно сказать, это поступил доход от России 28, то есть, я прикидывал, как раз ровно такая сумма должна получиться, то есть, 65 долларов с чем-то. Вот, что вот это было, я не знаю, потому что это не дивиденды, здесь нет налога на дивиденды, соответственно, судя по всему, да просто не знаю. Вот, значит, дальше зачисление и переводы, то есть, я перевел еще 15 тысяч, и вот здесь вот я еще перевел 30 тысяч. Итого я перевел где-то 60 тысяч, и, соответственно, 40 тысяч где-то получилось. Вот финансовый результат, давайте посмотрим. Давайте посмотрим. В начале месяца я ушел в минус, то есть, был убыток небольшой, вот, а потом, значит, колебалось на месте, доходило до, ну вот, где-то 10 тысяч, в плюсе был, потом в минус ушел, ну, и в результате 48 тысяч 606 рублей у меня доход от ценных бумаг, ну, и, соответственно, сколько там остальное, где-то в районе 50 с чем-то тысяч, я пополнил счет. Вот такие результаты, мне кажется. Месяц был очень неплохой, то есть, смотрите, у меня было в начале месяца 500 тысяч рублей, и за счет ценных бумаг 50 тысяч рублей я заработал, то есть, 10%. Почему так получилось? Потому что я использовал плечо, то есть, у меня за счет плеча заработались деньги на Новотеке, и за счет плеча заработались деньги на Сургут, нефтегаз, привилегированных. Что я хочу сказать, что так бывает далеко не всегда, далеко не каждый месяц. Дело в том, что, ну, сейчас, вот, как раз июль месяц, июнь-июль, они соответствуют чему? Выплата дивидендов полугодовая. Такое происходит раз в полгода, и дивиденды сейчас оказались, ну, достаточно большие, и поэтому, поэтому вот был такой рост. Поэтому вот именно в этот короткий период я использовал плечо. Дальше я плечо не планирую использовать активно, пока не будут инвестиционные идеи. То есть, я сейчас, ну, грубо говоря, залягу на дно. У меня остались акции, естественно, и я их вам буду показывать, я буду вас, буду вам об этом рассказывать. Да, за счет чего получились вот эти доходы. Смотрите, 420 тысяч я с Сургут, нефтегаз взял плечо, заработал на этом 6%, получается 6,4. 24 тысячи примерно я заработал. И еще 260 тысяч я брал под Новотек и тоже заработал 6%, ну, 6,3, 18, где-то вот, ну, в районе 14, наверное, тысяч заработал еще. То есть, вот эти вот, ну, фактически 40 тысяч я на двух сделках с плечом заработал, все остальное заработалось. Там был хороший рост на американских акциях. Очень хороший рост за счет стратегии Wall Street, которые, к сожалению, больше, ну, закрыли. Вот, что будет дальше, я буду рассказывать. Вот, ну, вот такой результат. О чем говорит этот результат? О том, что фондовый рынок позволяет получить достаточно большую прибыль. Смотрите, если вы кладете деньги на депозит, то у вас на депозите будет там 6-7, максимум 8%, ну, сейчас Тинькофф до августа месяца включительно дает 10% на остаток по счету, на депозите. 10% в год. Здесь заработалось 10% в месяц. То есть, я, если вот сейчас просто положу все это, так сказать, выведу в кэш в рубли, то, в принципе, у меня уже доход такой же, как и всюду. Но у меня еще не поступили дивиденды от Сургут, нефтегаз, префов, которые должны быть когда-то. Ну, через две недели, значит, я подержу акции, у меня еще они остались в портфеле. Они будут. Вот, будут еще какие-то дивиденды. Там были отсечки по НЛ, насколько я помню. Ну, там у меня небольшие суммы. Вот, то есть, я буду держать дальше. Следующий, ну, как бы, рост ожидается где-то с конца августа по Новый год. Как говорят аналитики, там, ну, вообще-то все растет. Предновогодний ралли идет. Вот, на Новый год будут новые дивидендные выплаты, новые, так сказать, там, февраль отчеты и так далее. То есть, все это будет повторяться. Поэтому фондовый рынок показывает на практике, что если делать все аккуратно, то получается намного-намного интереснее, чем в банке. Вот, что я хотел сказать. Поэтому, друзья мои, надо инвестировать в фондовый рынок. И вы видите, что я каждый месяц пополняю свой счет. Ну, вот, примерно на... Ну, я стараюсь на 100 тысяч пополнять в месяц. В этом месяце не получилось. Значит, я пополнил на 50 тысяч рублей за прошедший месяц свой счет в банке брокерский. Вот, ну, я его использую постоянно. И, ну, если мне нужно деньги, то есть, кто-то хранит деньги в банке, я храню деньги на брокерском счете. Потому что всегда, возможно, вот какие-то внезапные инвестиционные идеи, как вы видели, и они работают. И на этом можно заработать. А как на этом можно заработать? Надо уметь их использовать, уметь пользоваться всеми-всеми-всеми инструментами. Для этого, как вы понимаете, надо приобрести курс биржи для чайников. Вот. Ну, в общем-то сказать, все, что я хотел сказать. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. До встречи.